МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фотовыставка «Солнечная страна» распахнула свои двери. Еженедельное совещание в администрации города. Мы работаем, не навреди донору. Помоги больному и не навреди донору. День донора в Десногорске. А теперь об этих и других событиях подробнее. Поисковики Смоленщины открыли очередной сезон вахты памяти. Каждый год для проведения этой акции выбирается новое место. В этот раз военные археологи остановились в деревне Рыбки Сафоновского района. Бойцы поисковых отрядов возложили цветы на мемориал павших воинов и провели литию в новом храме Вознесения Господня. Прежняя церковь была разрушена в 1941 году немецкими оккупантами. В Смоленском госуниверситете прошла первая лекция высшей студенческой школы парламентаризма. Об этом проекте, который стартовал в регионе в начале марта, мы вам уже рассказывали. В качестве лектора человек, который в 1992 году привел женскую сборную по баскетболу к олимпийскому золоту. Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский. 21 марта депутаты двух рабочих комиссий провели совместное заседание. О том, какие вопросы были решены перед очередной сессией, в нашем сюжете. На повестке дня совместного заседания комиссии планово-бюджетной по налогам, финансам и инвестиционной деятельности и комиссии по вопросам комплексного развития городского хозяйства стояло семь вопросов. Все они по решению депутатов вынесены на рассмотрение очередной 39-й сессии городского совета. На сессии будет заслушан отчет от деятельности контрольно-ревизионной комиссии. На заседании было принято два решения хозяйственной направленности о приватизации объектов муниципальной собственности и о получении оплаты от арендаторов земельных участков в пятом микрорайоне. Пятым вопросом депутаты рассмотрели организационные мероприятия по избранию главы муниципального образования город Десногорск. Для их выполнения была избрана счетная комиссия из трех депутатов. 24 марта на 39-й сессии городского совета будет избран новый глава МО. На территории крупнейшего оптово-продовольственного агрокластера «Фуд-Сити» на международной выставке открылся павильон Смоленской области. На данный момент здесь представлена продукция восьми предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. В их ассортимент входят мясная, молочная, рыбная и крупяная продукции, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, соки и пиво. 24 марта на Смоленщине начинается досрочная сдача единого госэкзамена. В пяти специально оборудованных пунктах сдавать ЕГЭ собираются 346 человек, а всего по области на экзамены планируют прийти 3645 выпускников. 21 марта в Международный день человека с синдромом Дауна в выставочном зале Историко-Краеведческого музея Десногорска открылась фотовыставка «Солнечная страна». Подробности в нашем сюжете. Совет женщин совместно с коллективами предприятий Десногорска, общественными организациями и частными лицами давно и успешно работает с маленькими солнечными детьми города. Вот и сейчас героями этой фотовыставки стали солнечные дети Десногорска и их родители. Очень хочется, чтобы нашу фотовыставку «Солнечная страна» посмотрела как можно больше Десногорска. Потому что цель наша – сказать всем людям, да, есть среди нас другие, непохожие, но они такие же. И кто сказал, что они хуже вас? Может быть, в чем-то они вас лучше. Научитесь понимать сами этот мир. Научитесь своих детей понимать этот мир. Все фотографии, представленные на выставке, сделаны работником Смоленской АЭС, фотографом Сергеем Черновым, который согласился работать с солнечными детьми. На съемки ушло более трех месяцев. Удивительные дети. Свет льется из их глаз. Они настолько искренни, что каждый их поступок воспринимается как благодать Божия. Фотовыставку «Солнечная страна» посетил депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. И вместе с заместителем председателя правкома САЭС Игорем Хомяковым вручил дипломы героям выставки. Я хочу от души сказать слова благодарности совету женщин, которые активно очень много делают в нашем городе, а проект «Солнечные дни», когда мы на первый раз. Замечательно. И замечательно, что этот проект начинается именно с этого десногорства. Десногорские жители солнечной страны сердечно общались, показывали свое мастерство, читали стихи и танцевали. Вместе с ними радовались и их родители, особенно мамы. Многим из них эта выставка далась ох как непросто. Я очень хочу поблагодарить сегодня всех, кто пришел поддержать нас и сказать огромное спасибо за их поддержку. Я также хочу сказать большое и огромное спасибо нашим солнечным мамам, что нашему городу они подарили таких замечательных деток. Фотовыставка «Солнечная страна» будет работать до 8 апреля. Сотрудники Россельхознадзора не пустили на Смоленщину 16 тонн белорусской говядины. При проверке груза были выявлены следы зачистки старых ветеринарных клейм, а также нечитаемые оттиски клейм. Это и стало причиной возврата груза отправителю. Подсмоленском сотрудники ГИБДД остановили машину из Беларуси, перевозившую саженцы декоративных культур турецкого происхождения. При проверке специалистами Россельхознадзора выяснилось, что турецкие фитосанитарные документы оказались поддельными. Под карантинный груз запрещен к ввозу в Россию. На плановом оперативном совещании исполняющий обязанности главы Десногорска Сергей Тощев подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Все подробности прямо сейчас. В настоящее время специалисты администрации готовят документы в соответствии с постановлением правительства от 11 февраля текущего года об утверждении антитеррористических требований к объектам культуры. В течение двух месяцев паспорта безопасности на эти объекты должны быть разработаны в предыдущем согласовании. Стали известны победители городских смотров конкурсов по охране труда за 2016 год в номинациях «Лучший уполномоченный по охране труда» и «Лучшее состояние условий охраны труда в организациях и учреждениях города». Лучшими организациями города стали Атомтехэнергоремонт с численностью сотрудников от 500 до 1000 человек, Атомтранс с численностью сотрудников от 100 до 500 человек и Детский сад Теремок, где численность сотрудников до 100 человек. Также лучшими уполномоченными по охране труда признаны Дядин Владимир Васильевич, это САЭС, Остриков Юрий Леонидович Атомтранс и Ямникова Елена Валерьевна, школа номер 2. Руководство города призывает десногорцев 25 марта принять участие в акции «Час земли». Администрация муниципального образования города Десногорск совместно с администрацией исполнительной области предлагает всем владельцам крупных объектов, находящихся на территории города, торговых павильонов, имеющих внешнюю подсветку, обеспечить отключение данной подсветки в период с 20-30 до 21-30, то есть на 1 час, 25 марта. Команда Десногорского дома детского творчества стала победителем проекта госкорпорации «Росатом» под открытым небом. Это большая победа и педагогов, и работников, которые работают с нашими детьми. Спасибо. В личном подсобном хозяйстве Московской области обнаружен гриб птиц. Сейчас ветврачи Десногорска проводят мероприятия по предотвращению распространения заболевания. Десногорские улицы преображаются на глазах. Коммунальные службы города чистят дороги от пыли и грязи, скопившейся за зиму. Но это только начало капитальной весенней уборки. Впереди еще экологический месячник, который, как правило, проходит в апреле, и общегородской субботник. К уборке уже сейчас могут подключиться владельцы небольших торговых точек и навести порядок на закрепленных территориях. И тогда наш любимый Десногорск станет самым чистым городом Смоленщины. Сотрудники ГИМС МЧС России по Смоленской области напоминают любителям зимней рыбалки, что весенний рыхлый лед опасен. Прежде чем пуститься в рискованное путешествие, необходимо взвесить все за и против, обдумать, что можно приобрести, а что потерять в результате подледной рыбной ловли. Чтобы не допустить беды, инспекторы проводят ежедневные патрулирования всех водных объектов области. Областная выездная станция переливания крови приезжает в Десногорск один раз в два месяца. Наша съемочная группа выяснила, как прошел очередной забор крови. Два года назад на базе МСЧ-135 работала собственная станция переливания крови. В настоящее время забор производит выездная бригада из Смоленского центра. В Десногорске донорские дни проходят очень организованно. 21 марта на дачу крови пришли более сотни доноров. Большинство из них кадровые с большим стажем. На прием записываются предварительно, проходят обследования у терапевта и уже с заключением врача приходят на пункт приема крови. У новичков первый забор специалисты будут тщательно исследовать на ВИЧ-инфекцию, гепатит, сифилис, получат данные по уровню эритроцитов в крови, реакции оседания эритроцитов, лейкорцитов и только после этого признают ее пригодной для другого человека. Как отмечают специалисты центра, ряды десногорских доноров постоянно пополняются. Сегодня молодежь активно подошла, видите, много юношей, молодых девушек. И, судя по беседе с ними, они дальше хотят продолжить свою донорскую деятельность. Мы со своей стороны делаем все хорошо, чтобы людям, которые к нам пришли, было хорошо, уютно. И я думаю, что на дальше наше сотрудничество так продолжится. Всех ждем. Без донорской крови не может пройти ни одна сложная операция. Наши доноры это знают и всегда готовы прийти на помощь, сохранить здоровье и спасти человеческую жизнь. О спорте. В Смоленске завершился чемпионат Центрального федерального округа школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Первое место у команды из Ржева, второе взяла Тула, школьники из Владимира стали третьими. Закрытие соревнований получилось не менее зрелищным, чем сами игры. Наряду с военным оркестром выступила и Десногорская хип-хоп-студия «Форсаж». И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова